Можно вернуть Косте слайд с лживыми деньгами? Просто я прошу прощения, я был вызван телефонным звонком радиоэфиру один срочный, поэтому я его побежал и пропустил, а я его просто прокомментировал, это очень важно, про деньги. Скажу, а ты вот как это считал-то, Косте? Вот не-не, ну теперь говорите про деньги, вот вот, 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 вот 300, это если 5 миллионов, а че не 50 миллионов, а че в мегафоне и 3 миллиона? Я позвоню таким как-то и спрошу, сколько, мне что-нибудь скажут, а как иначе? Или я? Узнаю это никаким другим путем. Ну как, это естественно экспертная оценка, она же, наверное, разведка. Вот смотрите, коллеги, вот в чем этот разговор, где должен быть в пиаре или в маркетинге, да? Понимаете, почему в бигафоне мало, а внутри много? Это ответ на вопрос, где в пиаре или в маркетинге, да? Вот на самом деле, да, потому что у маркетинга большие бюджеты рекламные, и кто-то маркетинг там бюджет в миллион не пугает, а что-то какую-то фирму нам малобюджетную примет, будет ответ, будет вопрос, вернее. А в пиаре, если ты приходишь бюджетом в 300, тебе говорят, это же 10 тысяч долларов. Вот, ну это просто, я не могу не прокомментировать. Я решила, знаете, я этим сотрудником бизнесом занимаюсь с 2008 года, и, ну, как мне кажется, там, мог наблюдать, как телефон, ну, как телефон в сошел-медии начал формироваться, но блогом, без лишней скромности, там, я этим занимался, в том числе, благодаря, там, советам дорогого Кости, которые в тот момент, ну, по крайней мере, в начале 2008 года, кроме Максимюка, гуры-то другой не было. Максимюк был главный гура наша, вот, и до сих пор он здесь не остается. Давайте я переставлю. Значит, да, такой небольшой экскурс. В общем, первое соображение, которое на протяжении последних, наверное, пара лет пытаюсь до всех донести, что вообще никакого СММ это у нас не было. Потому что вот последний, теперь первый кейс, который коллега показывал из Deluxe, это вообще не имеет никакого отношения к СММ, да, это офигительно красивый сайт. Офигительно красивый сайт. Я, вот, просто, я заходил в него и сам по себе, когда я видел этот сайт с Аркан, и не очень понимаю, какое вообще все это имеет отношение к социал-медиа, какое это имеет отношение, то есть, ну, вот, если слово Dish, ну, потому что сайт, да, ну, то есть, мне кажется, что нужно очень четко разделять, очень четко разделять вот всякую красоту и реальность практически и шаги, потому что, потому что очень часто все это путается. Это не потому что не нужна красота. Красота, конечно, это слово нужна, и она что-то не спасет там у нас. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев, и я люблю рассказывать про этот тендер, учитывая, здесь такая закрытая аудитория, скажу, что была компания МТС, которой мы пытались добиться. Скажите, а какая у вас цель? И нам сказали, цель получить, сделать потрясающую активацию, в которой было бы 12 граммов контакта. Я говорю, нет, говорю, это задача у меня. Вот вешать билборды, размещать рекламу, это задача, а цель продавать сим-карты или чтобы арку увеличить? Нет, сказали у меня. У нас цель сделать активацию, в которой было бы 12 миллионов контактов. Но до сих пор, к сожалению, очень мало есть кейсов, где цели не попутаны с задачами в сошелом виде. Слава богу, классическая коммуникация все выяснит, что билборды вешали для того, чтобы продавать клубасу телефона и увеличить арку. Но когда мы говорим о сошелом виде, мы до сих пор считаем, что у нас цель нагнать в группу миллион человек, или получить много лайков, или расширить много различного видео. Но это никак не влияет на продажу. Мы, к сожалению, почему-то до сих пор, это общая проблема не только Телекома, но в Телекоме это выражается особенно ярко, потому что Телеком был первым, конечно, что Телекома будет менять и показывать. Вот именно поэтому в Телекоме цель сделать красивый сайт, и от флеша будет грузиться 8 часов. Дальше там все будет летать, но как это думать о продании в чем-то? Я не очень понимаю. Потому что, конечно, вообще в принципе, да, в маркетинге есть два показателя, в которые я верю, да, это охвата, цена контакта. Все остальное, когда мне говорят, вот там социальный охват, там энгейджинг, фигня, все это и алхимия. И люди, которые говорят, и листы не в этом заблуждаются, и с ними не стоит вообще вести речь, и они ничем не отличаются от товарищей, которые сегодня в американском самолетстве идут. И кричал «Анкай, этот самолет падает», слышали, да, наверное? Вот, это лучший случай, а в лучшем случае, просто проходимцы, которые вас обманывают. Я специально, у меня, кстати, коллег, которые в результате сказали, слушайте, ничего не видно, нужно поставить каждую картинку на слайд, я специально это сделал. Потому что ничего не видно. Потому что вот это, вот это, это некая общность соцсетей глобальных, а это вот, ну, мы то же самое попытались перерисовать в России. Кому все это надо? Ну, кто вот использует, скажите мне, вот Костич прекрасно показал, кроме ВКонтакте, Твиттера, Фейсбука, ну, наверное, совсем замшенный товарищ, еще лайк-джонок, зачем это используют? Значит, там, в Ютубе что-то еще 5-6 площадок, к чему все, к чему все это гонка, да? Но, к сожалению, есть очень серьезная проблема, это попытка, попытка найти что-то новое. Ну, как-то, ну, как-то каждый день что-то новое создается. Мы, кстати, вот тут в кофебрейке, в перерыве, в том числе с Денисом Рычкой, беседовали на тему, вот он говорит, вот что-то вот у нас как-то вот все не происходит. А может быть, и не надо, чтобы что-то происходит, может, надо, чтобы все было спокойно, ну, такая гипотеза. Значит, мой любимый слайд, который я в 2009 году нарисовал, я с тех пор показываю, как изменилась цена, как вы думаете, вот Костя, как ты думаешь? Вот в 2009 году такой средний был, средний ценник был в 1000 рублей. Вот он вырос, он уменьшился, чуть-чуть не зашло. К сожалению, да. Да, к сожалению, да. Дегатриан реалии. Ну, как вы видите, вопрос, я понял, вот, кстати, а вот эта колонка, вот эта колонка, она вообще без количества шла вверх, единственное, что ушло, мы ежемесячный мониторинг, мониторинг не может быть ежемесячным, да, или же, ну, в принципе, даже еженедельным быть не может, вот он только ежедневно, и все, и к другому никак, то есть, если кто-то говорит, давайте будем делать еженедельный мониторинг, ну, видимо, такой мониторинг делать не нужно. К сожалению, правда, есть очень серьезная проблема, дело в том, что в этом бизнесе, видите, когда определяется цена, в этом бизнесе очень простой способ определения этой цены, это человек-часы, ну, как, в общем, во многих отец пределах, но здесь это наиболее буквально видно. То есть, если вы хотите действительно качественную, качественную поддержку, вы этого человека довольно долго выращиваете. Например, мы с восьмого года занимаемся для мегафона, там, комплексной поддержки в соцсетях, вот тот человек, который занимается у нас в агентстве Инна Самбатян, ее очень часто путают, считают сотрудницей мегафона, так она вот, так она вот сжилась, значит, собственно, в эту роль, и там мегафон ее активно хатит, Инна не уходит, не знаю, может страшно, я сейчас это сказал. Вот, надеюсь, не уйдет, и поэтому, понимаете, когда клиент говорит агентству, давай ты так будешь делать подешевле, я что, должен им чуть меньше платить, да, или как бы, или как, в этом, в этом, в этом смысле, мне кажется, что, к сожалению, до сих пор проблемы возникают от чего? От того, что на рынке, от того, что на рынке нет четкого понимания, как фабрируется цена, от чего она зависит, и нет некого в хорошем смысле картельного сговора агентств. И вот поэтому может возникать и 300, и 5 миллионов. Не может быть, в нормальной ситуации, не может быть бюджет у одних 300, у других 5 миллионов, когда примерно одинаковая активность. Значит, мы или неправильно считаем, или мы все не понимаем, в чем дело. И это проблема общая, мне кажется, и я надеюсь, что в 12-м году, в 12-м году, каким-то образом, то есть это говорили в 10-м году, или в 11-м, я в 3-й раз повторяю в 12-м, надеюсь, в 12-м году мы договоримся, сколько это должно стоить, и как цена должна формироваться. Может быть, не нужна такая улюбленная римля, может, нужно брать 5 студентов, это будет лучше. Я правда не знаю, как бы, это только гипотеза. Собственно, основные римляции. В 6-м году образовался пресс-крупп Беларин Жоу в журнале. В 6-м году не было ни Фейсбука, ни Контакта, был один спосной ЖЖ. И, кстати, разговор о том, нужно ли сейчас звонить в LiveJournal, потому и клиент говорит, почему ты такой поздравительный противник в LiveJournal. Если в 6-м году выбежали в LiveJournal, то звонить его в 12-м, а меньше ли не странно. И когда я наблюдаю уважаемые бренды, какие-то коммуникационные компании в LiveJournal в 12-м году, у меня это вызывает уже точно не умиление, потому что сейчас все же взрослые ребята, а вызывает подозрение об инкоррупционной емкости этого проекта. Мы уже прекрасно понимаем, что собрать тысячу друзей в LiveJournal примерно сопоставим по цене со сбором 23 тысяч друзей ВКонтакте. Если мы зачем-то люди в ЖЖ в 2012 году сыграть там тысячу друзей и этим кинсом отчитывались, то вы или воробите деньги, по-другому я не скажу, ну или мы со всеми витринги. Значит, что стало происходить дальше? В 8-м году компания Мегафон начала мониторить социальные сети. Он, мы все-таки согласен, но я считаю, что это был первый оператор, который начал мониторить социальные сети. Вообще, мониторинг социальных сетей, это такое, значит, мониторить ничего делать, это мософизм, вы каждый день понимаете, что вы дурак, с этим живете. Да, но Мегафон, надо сказать, исторически выдержал все 9 месяцев этого мониторинга, и мы выяснили очень простую вещь, что 80% вот там разных цифр гуляли, у нас есть просто там научно доказываемые 80 на 82. Около 85% всех откликов негативных, это отклики связаны с отдельной информацией. То есть их можно компетировать обычно в Human Day. Что Мегафон начал делать в 9-м году? В 10-м и 11-м потянулся уже BeLine МТС. Я не знаю, кто был там раньше BeLine МТС. Но, как бы, тем не менее, тем не менее, слава Бога к 11-му году вышли к тому, что 100% в Телегум рынке мониторинга, кто-то на них отвечает. К разговору о том, можно это отдавать на опыт, на опыт по 1-му, но нужно делать самим. А в 15-ти случаях, которые не типичны, это, конечно, должен делать сам оператор. Если это авторитетный блогер, который пишет, что ему даже просто не нравится тариф, на эту реплику должен отвечать. Из этих компаний включить Мегафон, кстати, у них Пётр Лидов, директор ППА. Но если это Василь Купкин, который написал, я не знаю, как включить его скульптудок, то вполне сотрудник агентства, позволь по КВД, ему это сообщение, собственно, поставить. Как я, например, в Мегафоне эту ситуацию выставил? Как мы выставили для Мегафона эту ситуацию? Те наши сотрудники, которые занимаются этим на стороне агентства, они имеют контакт во всех службах поддержки, всех регионов. И мы распределяем по службам поддержки вот эти трампл-тикеты. Служба поддержки, соответственно, находит ответ, транслирует их нам, и мы уже их запущем. Наверное, это можно построить и на стороне клиента такую же службу. Другое дело, что аутсорс, конечно, всегда будет дешевле. Это вопрос общего. Это вопрос как посчитать. Хотя, например, тот же самый Сбербанк, для которого мы строили модульную систему, принципиально отказался вообще от любого аутсорса. И сказал, что это не вопрос денег, это вопрос наших внутренних процессов. Но, повторюсь, наш опыт не только связан с телекомом, показывает, что можно типовые вопросы решать агентством. И, поверьте, это будет так же прилично, потому что и у агентства, и у клиента всегда бывает платили сотрудники. Это вопрос качества сотрудников, а не того, как ты называешься, агентства или клиента. Собственно, важная века, как мне кажется, это создание телеком-тузов в Фейсбуке. А кто я сделал, то есть, кстати. Ты же, да? А сами, второй. Вот, значит, группа «Контакт» с Мегафоном, безусловно, «Редквест», у меня к нему неоднозначное отношение, то есть мы о нем говорили, но это, безусловно, самый заметный российский СММ-кейс, как бы к нему кто-то не относился, как бы его не ругали, про него не говорить нельзя. Да, в 2011 году полноценно запустили сообщество операторов в Фейсбуке. И, в общем, можно считать, что, начиная с 2011 года, главное, что ли, внимание в социал-медиа переместилось в твоей площадке, это Фейсбук и Твиттер. Все остальное, если ведется, то ведется по какому-то вторичному признаку. Я выделу четыре громких скандала, которые случились за это время. Первый скандал, это, вот Костя, да, еще работал в Билайне, это ЖЖ Юзер Билон, Голова Галкина против Билайна. Кстати, сейчас Голова Галкина продолжает травить Мишу Умаров, что-то довольно забавное, насколько тот наблюдает на Фейсбуке. Мне кажется, это отголос, какой-то рецидив той истории. Ну, история довольно забавная, те, кто не знает, я кратко ее расскажу. У нее была Синька Билайна, который он не пользовался какое-то время, но при этом она была в депутат Билайна, ей посылали журналы про Фуакрая «Красивую жизнь», ну, и копился долг, и не пришли коллекторы. Я написал себя в блоге, ребят, вы определитесь, вы меняет журнал про Фуакрая и посылаете, или коллекторов и присылайте, а со мной свяжитесь. Ну, в общем, совершенно новая история, ей можно было ответить, извините, Ольга там, тем более, кто-то готов был оплатить, кстати. Извините, Ольга, давайте мы так и так с вами разберемся, зачем-то присылка Билайна была в пути ругачки с ней, но в итоге, видимо, явно силы оказались не равны, потому что потом у Галкины пришли ее друзья политические блогеры и все рассказали про Мишу Марву, про маму Мишу Марву и про все остальное. Но насколько в этом потом примирение случилось или как, или нет? Ну, видимо, судя по-моему, что рецидива происходит, и не до конца примирение случилось. Декабрь 2009 года, и это первый, кстати, кейс, когда компания сделала какой-то вывод. Это дарит европейский МТС. Тогда, что президент МТС Шамолин проводит пресс-конференцию, на которую санулся специально блогер. Это, кстати, такой, по-моему, дебют, что ли, Марина Акулевича, блог-секретаря МТС. Кажется, что мы это отменяем, потому что вот услышали просьбу трудящихся. Это первый, совершенно поразительный, как мне кажется, вообще в истории российского СММ это первый кейс, когда большая компания призывает свою свою кровоту и идет на встречу пользователя. Дальше Марина Акулевича тоже ругается с Глайном по поводу роулинга, и совсем уж там страшная история случилась с Мегафоном. Это тот товарищ, который, мы с Мелином как-то разобрались, да, это товарищ, который, владимирский абонент, поехал, на Клин, как вы знаете, накачал, значит, там миллион интернов на миллион рублей. Кстати, знаете, что поразительная история, история, как бы, такая, ну, совершенно однозначная. Да, оператор, казалось бы, неправ. Плюс есть мания перед цифрой миллион рублей. Хотя, с точки зрения закона, не имеет значения, миллион рублей или десять рублей. Он неправ и должен ответить. И в этом смысле, кстати, когда мы проанализировали позже сообщение и в блоге Мегафона, где там Петр Алинов объяснялся, и в блоге этого товарища, как, непрадоксально, большинство пользователей были на стороне оператора, а не пользователя. Другое дело, что не были на стороне оператора, по принципу, слушай, а ты бы еще доктора Хауса покачал. А что, у тебя же надо какая-то страшная, что больше делать, нечего смотреть на путешествие. Ну, то есть, его, конечно, просто троллили, эффективно. Да, но, тем не менее, тем не менее, вот эта история, это вторая. Второй, и с точки зрения денег, наверное, куда более заметный, чем тайн европейский, шаг оператора на сторону клиентов. Мегафон отменяет, во-первых, все судебные преследования в отношении дел по румингу, по датарумингу, да, значит, более того, Мегафон в дальнейшем просто вводит новый тариф, который куда более френдовый по отношению к пользователю, да, тоже, тоже апеллирует к этой истории. И тоже генерал Мегафона Сандатенко дает пресс-инференцию и также апеллирует к пользователю, да. В этом смысле это ткань из автоматична. Даже если компания, та не иная, давно вынашивала плана сделать те или иные шаги в сторону абонентов, снизить какую-то цену, стало модным, стало удобным, мне кажется, это абсолютно правильно, когда компания апеллирует к общественному мнению, которое она продвижила в благосфере и в интернете. Вот здесь есть, значит, а есть тут, Саша Павлинова-то, это еще не ушла, вот, 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 да, она, к сожалению, здесь нет, я в том числе Турцию, причем это жалко, да. Вот я здесь поставил самботян, но потому что правда они у нас цифруются с мегафоном, хотя в общем, это мегафон, конечно, Саша Павлинова, я думаю, что для продвинутых пользователей, безусловно, сейчас есть только один способ рассказать о жалобе, это написать в теме, да, понятно, что никто из продвинутых пользователей, не подчеркиваю, не звонить ни в какой полцерта. Более того, как мы знаем, когда вы звоните в полцерта, как бы он классно не работал, вы всегда ждете на линии какое-то время. В этом смысле с Твиттером немножко проще. Конечно, вы на линии ждете не час, но и в Твиттере вы написали сообщение, понимаете, что как только он ответит, вам тут же там мэншин появится, и вы получите это сообщение. Ну, я не знаю, как и другие коллег, у нас стоит задача в течение часа отвечать на сообщения в Твиттере, этим занимается Инна и ее команда. Значит, если это сообщение какие-то, ну, про продвинутые, если мы говорим, что если любой из людей, которые входит в большую социал-медиа команду, как сохранное агентство, как стороны клиентов, в том числе я в Твиттере, я в Твиттере не являюсь там ни образом конечную команду Мегафона, если мы видим какое-то сообщение, у нас есть такой правиль, что он всегда, всегда на это отвечает, ставя копию идеи ответственно. Но вот, Саша, не даст соврать, там, такой Петр Минер сам отвечает, это совершенно не зазорно. Я думаю, что там, условно говоря, близких 100% покрытия есть. Впрочем, это то, что вот все остальные операторы, это самое главное, самое важное, а операторы очеловечились, они стали арестироваться совершенно конкретными людьми, что мне кажется, очень важно. Это данные по релевантным сообщениям за одиннадцатый год, но вот здесь, здесь если понимаете, что так мы ведем Мегафон, наверное, здесь можно повзрывать, у нас некоторые некорректности, хотя, честно и пионерство, и мы честно мониторили. Сейчас ситуация примерно одинаковая, и по негативу, и по позитиву, и по нитрату. Я должен сказать, что в девятом году только Мегафон этим занимался, но этим занимались другие операторы, и активно принципиально отличался в два с половиной раза. То есть, вообще, на самом деле, порадовался, да? Операторы, естественно, лучше, оказывается, буду сидеть. Ну, все, конечно, улучшают качество сидеть, но тем не менее, да? Они ничего принципиально нового не сделали, кроме того, что стали разговаривать с людьми в Твиттере, Фейсбуке, и в Лайпжорнеле. И кардинально изменения отношений в интернете, кардинально просто в разы. Собственно, там, мне кажется, любопытный довольно кейс, как как раз это действует, как раз это о том, как можно повышать количество подписчиков в Твиттере, да? Потому что, как мы знаем, в Фейсбуке у нас есть реклама, в Лайпжорне у нас есть реклама баннерная. Как повышать количество подписчиков в Твиттере, мне очень понятно. Мегафон добавил более 3500 паллокеров в Твиттере, вообще ничего не делая, только создав совместный проект с Твитпремией. Твитпремия – это популярная неофициальная премия, и Мегафон можно предоставить подарки за победителями на Твитпремии, постоянно фигурируя в Твиттере, постоянно вися на этом сайте, добавив примерно 3500 паллокеров. То есть, как мне кажется, если вы озадачены тем, как с минимальным бюджетом, при этом гарантированно без ботов увеличить ваши аккаунты в Твиттере, активно сотрудничайся с различными твитпремиями. Слава богу их сейчас довольно много, и это, как мне кажется, в российском сегменте чуть ли не единственный способ повышения своих подписчиков таким разумным и корректным способом. Этот кейс про Nokia мой любимый, не могу про него не рассказать, но это как раз разговор о том, что ему же цель будет их задачей. И это чуть ли не единственный кейс ритейловый, а сейчас супероператор довольно активно становится активной рекомендованной ритейловой, как можно использовать социальные рейти. На самом деле, довольно банальная коммуникация – раздавать листовку метро. Есть гипотеза, что близко к 100% эти листовки выбрасываются. Но если вы понимаете, что у вас таргет и те люди, которые получают эти листовки, в том случае ритуальные листовки, это те люди, которым это как будто бы надо, конечно, у вас увлеченность сильно возрастает. В группе Nokia ВКонтакте независимой, которая на момент запуска этой коммуникации в 2009 году насчитывалось более миллиона человек, мы стали размещать вместо аватарки спецпредложения для потребителей телефонов Nokia, спецпредложения распечатая аватарку, а в дальнейшем просто скажи код в любом из магазинов фирменной стеной и мы за... Компания подзыл очень тихие месяцев, пока мы не взорвались ноги, и проект не закончился, к сожалению. Совершенно-совершенно... Мы не зависели от старой причины. Мы видели разрезы регионы, города, магазины, модели как-то продавались. И я вам скажу, что в некоторых месяц долг продажи составляли до 10 долларов рублей. Понятно, что телефон стоит 1000 долларов, продай там 300 телефонов, получает долг продажи. Но еще один очень важный момент. Мы анализировали эту группу, проводили в ней опросы. Люди говорили о том, что они покупают телефоны каждый день вместе. После годовой подобной коммуникации люди стали говорить, что они меняют телефоны каждый полгода. То есть мы еще, как мне кажется, в этой группе создали такую хорошую моду часто менять аппарат, особенно когда при нем есть спецпредложения. У меня, собственно, все. И в заключении буквально одна реплика. Мне кажется, что каждый раз, когда мы думаем о том, что же нам делать в социал-медиа, давайте идти от конца. Давайте мы посмотрим на наши бизнес-задачи и под них мы подставляем инструменты, а не наоборот. К сожалению, так до сих пор происходит. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, такое яркое, такое национальное выступление облажено? Да, нет, с отчасти. Что? спасибо если у вас поддержки активность если есть лидер на фоне то это такой полный цикл того что вот победа просто как бы 10 или блок связан с маркетинговым там своей активности больше больше направлено визуально стороны 100 в сторону дела по сентября большим годом субботом это мониторе пусть реагирование и поддержка всех с той площадкой контактов фейсбук и twitter это к сожалению лейк жору и пытаюсь победить коллег но вот здесь вести скупсер время расходить по мнению гуляйте плюс кстати гости не отметил буквально случилось просто клоу спать пока аудиторию не очень понятно какая а может быть захару тоже есть кругомыслие в этом смысле коллеги спилайм для нас при непринятных маньячовках нет нет у нас много из разных мотиваций просто как бы агентский бизнес сошел медиа там значительная часть пришла из маркетинга там часть пришла из пиара я вот ко второй части отношусь поэтому у нас у нас больше всякой такой скучной фигни которую как мне кажется можно поменять а вот у нас мало всего этого яркого и я ее последователь протеку простите так представлялся если говорить про стрелковую еще мое вопрос фиксирует если это больше не подойдет ну для роста стрелковую делали в 8-м году много мониторинга фраза да вот смотрите а будет ли работа если вот эта модель тех портельских оппонентов нет в моем понимании для фиксированного на то вот как нам через соцсетях скидно пройдется он не отваливается у него есть мобильный интернет который больше 300 рублей его на 100 лет наверно да я профиксирую мобильный интернет нет послушайте если у вас зажжете свечку правда же я спалился эффективный интернет а вам взяло как надо в интернет ну и к смотри не прийти правильно ну да я с мобильным и если у меня нет мобильного интернета я позвоню сюда я говорю вы можете войти в интернет здесь лучше помимо интернет у меня есть у меня есть во время я понятно в интернете в интернете региональных абонентов которые у нас там все регионы в области в области Ну, там люди идеальны, чаятно бывают своя, правда, как поддержка. Это не мобильный абонент, когда, конечно, пересечение украинских кнопок. Соответственно, вот вопрос, есть ли целесообразный для фиксированного оператора, например, свой телефон, который не смог подъектировать, создавать этот суток и поддерживать суток? Ответ, безусловно, да. Мы объясним, почему. Например, когда корейник ответит, просто на примере фосклэр приведет, да? Понятно, что фосклэр, кстати, в Москва по стиху непролитвлению фосклэра не мешает в Лондон, так, к слову. Понятно, что фосклэр – это несколько тысяч человек. Да, но если это не отнимает особых ресурсов, то что бы ни поставить точки всех ваших салонов, и, там, мы предлагаем спрэшу Мэру за чашку кофе, за фарт прикода в этот салон. То есть, понимаете, большая компания, большая компания, распределенность можно сравнить с Почтой России, да? Большая компания не имеет права… Нет, нет, в смысле оплата! Нет, нет, без Почты России ничего не сравнивает! Нет, можно спросить, я не хотел обидеть никого, да? Мы стараемся… Да, 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 я прошу прощения. Да, 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 да. А нет, коллега с Почты России, кстати, нет. Вы сразу переходите с фразами «Авамга», «Адамарин», «Ютел». Да. Значит, мне кажется, что большая компания не имеет права… Большая компания даже может себе выгодить… Чего я говорю, например, Почта России, да? Почта России в отдаленные зеленые пункты доставляет письмо по гарантированной ставке, ну, потому что это федеральный оператор почтовых услуг, да? Поэтому большая компания не имеет права отмахиваться к оппонентам. То есть если у вас есть… Я понял ваш вопрос. Мне кажется, что даже если вы будете с помощью Твиттера обслуживать 10 ваших абонентов фиксированной связи, вам надо его заводить. Ну, просто потому что большая компания не имеет права, не имеет права игнорировать пользователя. То есть таким образом, не заводя этот канал овощи, игнорируйте своих продвинутых пользователей. Это неправильно. Более того, самую высокую степень подключения проигновения интернета сейчас показывают именно село и малые города. Мобильный оператор расставил уже везде свои, значит, страшные вышки. Скоро, дай Бог, появится ЛТЕ. И поэтому надо понимать, что, условно говоря, даже такой, опять же, там рынок смартфонов растет. Просто бабушка будет дома пользоваться интернетом стационарным, а когда пойдет за молоко в магазин, будет пользоваться интернетом мобильно. Ну, я утрирую немножко, да? Как бы, я нам, пока я не жмечу делать, пока она идет за молоко, она мне пишет в Твиттер, «Что же пилот не работает, кто у меня-то с ростелеком-то? Почини, пожалуйста!» Я полностью поддерживаю, что операторы любые должны в соцсетях будут крисаться. Просто, с чего начинать, да? У моего понимания, для фиксы, флаку, всех поддержку в соцсетях, наверное, это не так дорого. Как и парадоксально, это не так дорого. Я потом вам науку расскажу, сколько это стоит, чтобы мне подрывать рынок, правильно? Максимил подрывал рынок в своем цене? Я не буду. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ